На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Стоит ли венчать всех желающих? Посему оставит человек отца свою мать и прилипится к жене своей, будут два, одна плоть. «Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви». Это знаменитая пятая глава из послания к эфесинам апостола Павла, большой отрывок из которой читается как раз в чине венчания, она совершенно удивительная. Апостол Павел говорит одновременно о церкви большой, как о теле Христовом, и о церкви домашней, как о семье, сравнивая их. И таким образом, как бы говоря о том, что и то, и другое устроено похоже, одинаково. Поэтому мне кажется, что венчать, так как это происходило в 90-е, когда мы по привычке и по традиции еще советского времени венчали всех людей, которые желали, венчать нельзя. Венчать надо только тех людей, для которых вера, это мирило всей их жизни. Вот в таинстве венчания есть такой удивительный момент. Священник берет соединенные правые руки жениха и невесты, своей правой рукой через Епитрахиль, влевую берет крест и трижды обводит жениха и невесту вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Это удивительный древний символ того, что единство этих людей зиждется на том, что в этой священной для нас христианной книге написано. Если кто-либо из семьи не разделяет такого взгляда на Евангелие, если евангельская проповедь и заповеди Христовы не являются хотя бы для одного из пары венчающихся главным мерилом всего, что в жизни есть, то, конечно, это уже не христианский брак. Поэтому венчать, на мой взгляд, нужно тех людей, кто подготовлен, когда он и она верующие, и когда у них есть цель во образ большой великой церкви, настоящей, огромной, как тело Христова, создать свою домашнюю церковь. Субтитры создавал DimaTorzok